Жители дома в металлургическом районе Челябинска уже три недели не могут попасть в собственные квартиры. Жилье разрушено взрывом газа. ЧП на улице Липецкой произошло еще 20 июня. А стены коммунальщики до сих пор не восстановили. Егор Хвисюк расскажет подробнее. Проснулся от того, что на мне лежит метр кирпичей. Я подумал, забитрясение, цунами или война. Слышал крики женские. Максим Обухов вспоминает ужас, пережитый меньше месяца назад. В соседней квартире взорвался баллон с газом. Взрывная волна уничтожила стену между двумя помещениями. Максим лишь чудом отделался ушибами. Шлакоблуки упали в нескольких сантиметрах от головы. Челябинец с женой остались практически на улице. Сейчас живут у родителей. Картина пока вот такая у нас. То есть ничего не меняется. Мы ждем, когда нас начнут заселять обратно. Когда начнется ремонт, когда начнется восстановительная работа. То есть информации пока никакой. Мы, значит, без жилья почти месяц. Жители дома по улице Липецкой в Металлургическом районе до сих пор не могут попасть в свои квартиры. Взрыв газа произошел еще 20 июня. Пять помещений оказались задеты взрывной волной. И теперь непригодны для жилья. Сломаны стены. Однако восстановительные работы коммунальщики проводить не торопятся. Поэтому одна из пострадавших семей решила обратиться за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Мы вообще не живем там. И скоро, у нас райское лето короткое, скоро уже наступит и холода, а там все выбиты окна. То есть мы переживаем и затопительную систему. Мы же идем одним в одних родственниках, другие в других родственниках. Ну, понятно, что определенные трудности. Владимир Бурматов выслушивает пострадавших. Проблему старается разрешить на месте. Выходит на связь с управляющей компанией, обслуживающей дом. А с декрением у него подойдет из Росправы на мусор вывезли? Ну, у меня просьба какая. Вот я с главой района еще поговорю сегодня по этому поводу. Но надо неформально к этому отнестись. Значит, осталось там 5-6 квартир, которым надо, собственно, сейчас решить. Там газ дали, там это хорошо. Дали месяц от всего. Завершить ремонт парламентарий требует за полтора месяца. Все восстановительные работы надо провести до наступления холодов. У нас сентябрь это уже такой месяц прохладный, ну так мягко говоря. И надо там восстанавливать тепловой контур, так, чтобы люди там просто не позамерзали в этом доме. Поэтому, ну, будем помогать до конца в этой ситуации, пока не убедимся, что все семьи туда заехали. И что в этих квартирах можно жить. Я напомню, что после взрыва газа в Металлургическом районе в больницу попали два человека. 42-летняя женщина позже скончалась от ожогов. Врачи продолжают бороться за жизнь 10-летнего мальчика. В эти выходные ребенок начал сам дышать и был отключен от аппарата ИВЛ. Егор Хрисюк, Павел Клементьев, ОТВ.